Конкурсы профессионального мастерства для медиков не в новинку. Но чтобы в состязании приняла участие целая бригада, да еще и интенсивной терапии, это впервые. Организатором выступили руководство и профсоюзный комитет филиала станции скорой помощи. Конкурсы были между фельдшерами, между врачами. Впервые в этом году мы проводим конкурс между бригадами интенсивной терапии. То есть мы хотим увидеть, как работают люди в бригаде, в коллективе. Коллектив маленький, сплоченный, это три человека, водитель, два фельдшера. Как они умеют взаимодействовать в трудных ситуациях, они это умеют делать, мы это точно знаем, но хочется посмотреть на это со стороны. К нам приходит очень много молодых специалистов, которых мы ничего не знаем, и они еще замкнуты, где-то стесняются. А вот такие конкурсы, они помогают людям и вот этим вот молодым нашим специалистам открыться, раскрыть свои таланты, сплотиться, узнать больше коллектив, проявить свои навыки, умения. На конкурс лучший по профессии все городские подстанции скорой медицинской помощи представили по команде реаниматологов. Каждая из пяти бригад интенсивной терапии – слаженный коллектив, за плечами сотни совместных выездов и десятки спасенных жизней. Вместе на работе, вместе на сцену за победой. Очень как-то непривычно в такой роли. Ну, потому что впервые. Я не впервые уже, второй или третий раз участвую, поэтому особо уже страха нет. Ну, поможем, надеемся занять первое место. Для конкурсантов организаторы придумали ряд испытаний. Каждая из бригад подготовила творческую визитку своей команды. С особым медицинским подходом бригада центральной подстанции, например, лечила жюри и зрителей специальными таблетками. А команда реаниматологов подстанции «Речица» весело и с юмором рассказывала о своих буднях. У нас порой каждое дежурство примерно такое. Сценка, поэтому здесь и личный опыт, наверное, и фантазия, немножко интернета. Ну, и вот воплотилось все в жизнь. Помощь коллег. Да, мы хотели акцентировать внимание на то, что существует медицинская этика, диантология. В любой ситуации мы всегда остаемся корректными с пациентами, пытаемся даже иногда и с юмором ситуацию вывести из жизни. В практическом конкурсе медики соревновались на правильность одевания специальной экипировки. А еще демонстрировали свои таланты в творческих испытаниях. Конкурс – хорошее доказательство того, что работа в скорой помощи не для слабых духом. Случайных людей здесь нет. А это значит, что каждая бригада – это профессионалы высокого класса. Все взаимосвязано между собой. Очень сложно. Отдых, работа, оно не разграничивается. Работа – это стиль жизни. Это стиль жизни. Скоро – это стиль жизни. К другому не скажешь.